Таблетки Амарон – это комбинированное лекарственное средство с выраженным антигипоксическим, ноотропным и сосудорасширяющим эффектом. Показания. Применяется при заболеваниях центральной нервной системы, сопровождающейся снижением интеллектуально-амнистических функций. В составе комплексной терапии. Недостаточность мозгового кровообращения. Атеросклероз сосудов головного мозга. Восстановительный период после ишемического и геморрагического инсульта. Энцефалопатия, постинтоксикационная или посттравматическая. Депрессия. Психоорганический синдром с преобладанием признаков астении и адиномии. Вестибулярные нарушения. Синдром Миньера. Отставание интеллектуального развития у детей. Профилактика мигрени. Профилактика кинетозов у взрослых и детей. Способ применения и дозы. Используют внутрь, во время или после еды. Взрослым по 1-2 таблетки 3 раза в день. В течение 1-3 месяцев. В зависимости от тяжести заболевания. Возможно проведение повторных курсов лечения 2-3 раза в год. Детям старше 5 лет по 1-2 таблетки. От 1-2 раза в день. Не применять более 3 месяцев. Для профилактики кинетозов у взрослых по 1 таблетке. У детей старше 5 лет по половине таблетки за 30 минут до начала путешествия. И с повторным приемом при необходимости каждые 6-8 часов. Пациентам с нарушением функции почек при хронической почечной недостаточности по 1 таблетке 2 раза в день. Противопоказания. Гиперчувствительность к основным или вспомогательным компонентам препарата. Тяжелая печеночная недостаточность. Тяжелая почечная недостаточность. Геморрагический инсульт. Паркинсонизм, в том числе болезнь Паркинсона. Психомоторное возбуждение. Болезнь Геттингтона. Беременность. Период лактации. Детский возраст до 5 лет. Непереносимость лактозы. Лактазная недостаточность. Синдром глюкозы галактозной малябсорбции. Препарат содержит лактозу. Применение при беременности и кормлении грудью. Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации. Особые указания. При длительном применении рекомендуется контроль функции печени и почек, особенно у пациентов с хронической почечной недостаточностью. В период лечения у пациентов с артериальной гипотензией возможно значительное снижение артериального давления. Не рекомендуется употребление алкоголя в период лечения. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующие повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Побочные действия. Со стороны центральной и периферической нервной системы. Двигательная расторможенность, раздражительность, сонливость, депрессия, остыния, головная боль. В единичных случаях отмечается головокружение, атаксия, обострение эпилепсии, экстрапирамидные нарушения, тремор, неуравновешенность, снижение способности к концентрации внимания, бессонница, возбуждение, тревога, галлюцинации, повышение сексуальности. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Снижение или повышение артериального давления. Со стороны пищеварительной системы. Диспептические явления. Ощущение сухости во рту. В единичных случаях тошнота, рвота, диарея, боли в животе, холестатическая желтуха. Со стороны кожных покровов. В единичных случаях дерматит, зуд, кожная сыпь. Со стороны обмена веществ. Увеличение массы тела. Аллергические реакции. Ангионевротический отек. Прочие. Усиление потоотделения. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить в недоступном для детей. Сухом. Защищенном от света месте. При температуре не выше 25 градусов. Срок годности 3 года. Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.